На связи депутат парламента Республики Южная Осетия Давид Георгиевич Санакоев. Здравствуйте, Давид Георгиевич. Да, здравствуйте, Давид Георгиевич. Добрый день. С праздником вас, с праздником. Спасибо вам большое. Для нас это очень значимый праздник. Спасибо огромное. Как отмечает Южная Осетия? Ну, есть какие-то праздничные мероприятия, которые проходили вчера и сегодня проходят в Республике. Но, однако же, настроение в народе, оно не такое приподнятое, не такое праздничное, какое бы хотелось видеть на 2012 год со дня признания нашей независимости. Для этого, наверное, все основания, потому что у нас и социально-экономическая ситуация не на самом высоком уровне, не на том уровне, на котором бы нам хотелось, не политическая ситуация внутренняя. И поэтому, да, поэтому вот этот праздник включается такой точинкой. Скажите, а вот с коронавирусом как у вас ситуация? Повлияла ли на празднование? Ну, у нас с коронавирусом ситуация обстоит так, что на сегодняшний день у нас ни одного больного нет. У нас закрыта граница фактически с Российской Федерацией, разрешен проезд только по специальным разрешениям, по медицинским вопросам, но основная часть населения, она вот находится в Южной Осетии. Но вот тот карантин, который здесь введен, он фактически можно назвать, что у нас карантина как-то по планете, потому что есть отдельные категории людей, приезжающих сюда, которые на карантине не находятся. Поэтому целесообразность в этом карантине, она сводится на место. А также усилия всех тех людей, медиков, сотрудников санэпидемстанции, надзора, все они сводятся, и всех остальных сводятся на место. Поэтому, да, поэтому люди ставят вопрос, следующее, перед руководством о том, чтобы дорога была открыта, чтобы они могли иметь возможность выезжать. – Скажите, пожалуйста, вот 12 лет частично признана Южная Осетия, а вот к чему все-таки в итоге стремится народ Южной Осетии, политики Южной Осетии строить свое независимое государство или интегрироваться в Россию и быть, и объединение с Северной Осетией? Вот к чему, что хотят осетины? – Ну, здесь несколько разных мнений, можно сказать, но я думаю, что он два основных. На сегодняшний день наша задача, мое мнение, такое, и меня многие поддерживают, что необходимо выстроить пока что государство, укрепить его, чтобы мы встали на ноги. У нас для этого есть все основания. Нам помогает Российская Федерация как в обеспечении безопасности, так и в развитии социально-экономическом. Я думаю, что все эти возможности используются не в мощности, не в правильном русле иногда. С другой стороны, есть мнение о том, что необходимо входить в состав Российской Федерации. То есть, такие вот мнения есть. Какое мнение превалирует, это мне сложно сказать. Но на сегодняшний день, я думаю, что все наши отношения с Российской Федерацией выстраиваются таким образом, что и Российская Федерация видит нас, партнера по международным отношениям. Не как часть или субъект Российской Федерации, а как партнера, с которым выстраиваются добрососедские дружеские отношения. И это доказательство множества соглашений, которые мы достигли с Российской Федерацией. Это начиная от договора о дружбе и сотрудничестве, и продолжается и интеграция, и государственная граница между нами. Еще множество соглашений, это и социально-экономического блока, и различных других сферах. Скажите, пожалуйста, а вот как с Грузией выстраиваются отношения? Потому что понятно, что Грузия в обозримом будущем не признает независимость Южной Осетии. В плохих отношениях с соседом ничего хорошего в этом нет. Есть ли какой-то диалог, какие-то перспективы взаимопонимания? Или после кровавой авантюры Саакашвили все пути отрезаны, и диалог будет восстановлен нескоро? Ну, на сегодняшний день у нас единственный формат официальный, это женевские дискуссии, и на этих женевских дискуссиях мы представлены как Южная Осетия, Крузия, Абхазия, представленные на правном качестве. И здесь у нас есть площадка для того, чтобы как раз таки ставить вопросы актуальные для Южной Осетии. Ведь на этой площадке мы пытаемся добиться гарантии безопасности или подготовки хотя бы оснований к этой гарантии безопасности со стороны Грузии. Потому что мы на сегодняшний день видим, что как страны НАТО, так и другие западные партнеры Грузии, они помогают им готовиться и не только к обороне, а к наступательным действиям с точки зрения военной тактики и стратегии. Поэтому нам это, естественно, необходимо. На женевских дискуссиях же мы видим то, что Грузия на сегодняшний день не готова гарантировать ни для Южной Осетии, ни для Абхазии безопасность. То есть мы на фоне всех этих приготовлений, мы также видим, что проводятся разные, в разное время разные учения. То есть они показывают, что постоянно берутся это оружие. Вы опасаетесь, что может повториться 2008 год, что опять кому-то ударит что-то в голову и решат силой решить снова? На сегодняшний день единственным гарантом безопасности народа Южной Осетии, который является и гражданами Российской Федерации, большинство, для нас является Российская Федерация. Вот 2008 год стал, наверное, поигольным камнем и в вопросах обеспечая нашей безопасности. И народ поэтому и останется благодарен и сейчас, и через то, и через множество веков, пока мы будем жить, помнить вот этот жест Российской Федерации российского народа, подтянутую руку помощи. И только Российская Федерация остается гарантом безопасности. Как только грузинские друзья увидят, что нет вот такого сильного плеча в Южной Осетии, как российский партнер, я думаю, что реваншистские настроения, они опять станут более активными. На самом деле, Давид ведь затронул такую интересную Да, секунду, у нас здесь сопредседатель российского общества политологов Станислав Еремеев, вот ему слово дали. Давид, наверное, со мной согласится, что не случайно в свое время, недалеко как в прошлом году, мы в Санкт-Петербурге с участием руководства Республики Южной Осетии широко праздновали факт добровольного вхождения народов Южной Осетии в состав российского государства. И ведь тогда, ведь тоже основанием для этого вхождения были вопросы обеспечения, сохранения народа, безопасности. И вот история делает свои круги, и мы снова сегодня вокруг этого вопроса ведем дискуссию, и вы, наверное, согласитесь, что это базовый вопрос для любого человека, любого гражданина, вопрос безопасности. Да, безусловно, безусловно я с вами согласен. И, как я уже говорил, в Южной Осетии, вот я скажу о новейшей, скажем так, истории, с ветерином которой я даю тебя там, и, например, в 90-е годы, только лишь Российская Федерация из сильных игроков международных, мировых, только Российская Федерация как-то раз подтягивала руку помощи. Это и водный вопрос, это и помощь, что гуманитарная, что восстановление. То есть каждый раз только Российская Федерация из-за и народа из-за этого не заквали. Какие бы ни говорили слова, и какие бы ни назвали настроения, которые иногда здесь назвали, что у нас есть атмосферское настроение. Такого нет. Такого нет. есть только факт благодарности, который, ну, то есть сквозит людей, то есть и в народе, и власти сами об этом часто говорят. Но этот вопрос, да, вопрос безопасности, он самый главный. И тут еще, я известно, еще один такой момент уточнения. Скажу, что на сегодняшний день, наверное, вот этот вопрос, вопрос вхождения состава Российской Федерации, им пытаются манипулировать, например, отдельные политики, отдельные политические силы. И я думаю, что он так остро не стоит. Если бы этот вопрос стоял, он бы там себя, скажем так, вырисовал. Он бы вырисовался, и он бы и с юго-гостейской стороны, и с российской стороны мы бы подошли к нему основательно, и сколько бы его решили. На сегодняшний день, я думаю, что мы, наши отношения развиваются именно в том русле, в котором они взаимовыгодны как для Российской Федерации, так и для Южной Осетии. Мы всегда смотрим на то, чтобы, скажем так, действия, предпринимаемые нами, или шаги, предпринимаемые нами, они не наносили вред как нашим отношениям, так и между Россией в целом. Но, как я понимаю, вы думаете, что если вот эти призывы войти в состав России будут слишком сильны, то Россию поставить просто в неудобное положение, потому что понятно, что вслед за этим последует серьезное давление на Российскую Федерацию. Мы это, да, мы сегодня, мы видим это вот за последние годы, и да, вы правы. То есть на сегодняшний день и руководство России, и все ведомства, которые могут говорить о внешней политике Российской Федерации, им было четко сказано о том, что Российская Федерация и Республика Россия – это два братских народа, страны, которые развивают ботасоседские и дружеские отношения. У нас в конце концов единый контур безопасности. Это соглашение, подписанное в 2015 году, которое об этом говорит, что оборона и безопасность для нас являются важными со всех сторон, и мы входим в единый контур безопасности. Для нас это очень важно. Я думаю, что все вопросы, которые необходимо было проработать вот в этом плане, они на данном этапе пока что проработаны. У меня буквально последний короткий вопрос о геноциде Осетин 1920 года. Насколько важно, чтобы Грузия признала факт геноцида для Осетин? Можно ли сравнить отношение к геноциду Осетин со стороны грузин, к отношению армян, к их истории? Я вот скажу, прежде всего, про нас. Для нас это важно, и в первую очередь это важно с точки зрения памяти. Память о тех людей, которые тогда попали в эту мясорубку, которую устроило грузинское меньшевистское правительство в отношении южных Осетин, когда они фактически пытались истребить и проходили огнем и мечом по нашим селам, деревням, по городу Шензал. И для нас это очень важно, чтобы... Это важно с точки зрения будущих поколений, потому что геноцид 2020 года вот те действия не были осуждены никем. И поэтому они повторились и в 2008 году. И мы боимся, что они могут повториться и через определенное время. И осуждение вот этих действий должно быть прежде всего со стороны Грузии, народа Грузии, который должен понимать, что с такими действиями никакие вопросы решить невозможно. Потому что эти вопросы, они постоянно будут возвращаться на повышение дня. И на сегодняшний день, я думаю, что этот вопрос будет более активно также и ставиться нашим руководствам, руководствам нашей страны перед... Мы этот вопрос поставили перед парламентом, перед Госдумой Российской Федерацией, отказали письма во многие законодательные органы. И я думаю, что он найдет отклик. Потому что, как мы видим, те, кто покаялся в тех владениях, которые сделали в его стране, я думаю, они получают больше выгоды с точки зрения самопознания народа. Понятно. Последний короткий вопрос. Сталин грузин или осетин все-таки? Вот поставьте точку. Есть. Ну, точку ставить, наверное, я не смогу, но я могу сказать, что у нас есть фамилия Дзукаев. А некоторые говорят о том, что Дзукашвили, это вот как раз произойдет от этой фамилии. Но осетины, я знаю, многие считают Сталина своими, гордятся этим, верно? Безусловно, есть такие, да. Есть у нас в Осетии такие люди, их немало. Хорошо, спасибо большое. Мира процветания вашей республики. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго.